Реальная история красавицы и чудовища Сказка старая как мир. Звучит романтично. Но знали ли вы, что изначально история была совсем другой? Продолжайте смотреть и вы узнаете, как Белль должна была укротить чудовище. Если вы в первый раз с нами, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. А теперь давайте поговорим о реальной истории красавицы и чудовища. В новом фильме «Красавица и чудовище» играет одна из самых главных феминисток Голливуда – Эмма Уотсон. Сложно не обращать внимания на элементы равноправия в фильме, который когда-то был частью нашего детства. Однако, как и с любой историей, мы можем отследить ее корни. Если что-то поведает нам о темном прошлом истории, наверняка мы только больше полюбим этот фильм. Не всегда сильная и независимая Когда дело доходит до интерпретации любовной истории между Белль и чудовищем, мы наталкиваемся на неверные концепты. Например, многие фанаты подчеркивают ее способность принимать решения как знак ее независимости. Это впечатляюще для принцессы Дисней, когда она пытается пробиться через патриархат, что ограничивает ее полезность для общества и ставит акцент только на ее внешности. Некоторые дошли до того, что объявили Белль феминисткой. Это может быть правдой с современной точки зрения. Сказка основывается на народном фольклоре, который передавали из уст в уста. А это было задолго до движений за гражданские и социальные права. Так что Белль не может быть феминисткой в культурном и историческом плане. Откуда у истории ноги растут? Когда мы узнаем, на чем основана история Белли-чудовища, нам будет проще с ней разобраться. Профессор фольклора и мифологии Мария Тейтер объяснила, как произошла контекстуальная замена. Она утверждает, что история Белли-чудовища гораздо длиннее, чем мы можем себе представить. Впервые наша история была опубликована французской писательницей Габриэль Сюзанида Вильнев. В ее истории Белль – хорошая фея и наследница короля. Эта сказка была основана на реальной истории Петруса Гонзальвеза и его невесты Катерины. Петрус страдал гипертрихозом или повышенной волосатостью. Изначально его взяла к себе французская королевская семья ради развлечения. Петрус женился на Катерине и они стали знаменитой парой. Использование этой истории как источника вдохновения для печатной версии устного фольклора имеет смысл. Кроме того, людям нравится переживать то, что испытывают их персонажи. Однако это был французский писатель Жан-Мариле «Принц де Бомонт», который написал вторую версию «Красавица и чудовище». Она предназначалась девочкам 5-13 лет и учила их не принимать важных решений. Совсем наоборот, правда? Она учила тому, что браки по расчету не так уж и плохи. Что нет ничего страшного в том, что их жених будет намного взрослее и волосатее, чем бы им хотелось. В версии Бомонта Белль не была королевской особой, а была дочерью изобретателя. Это было сделано для того, чтобы население Франции больше себя ассоциировало с героиней, так как оно было не на шутку взволновано ростом аристократического класса. Затем история была переработана английским автором Эндрю Лэнгом. Это была самая популярная версия сказки, которую перевели на множество языков. Она стала вдохновением для мультиков и песен. Диснеевская версия В последнем фильме о красавице и чудовище режиссер Билл Кондон добавил еще одно изменение. Белль – изобретательница. Она изобрела стиральную машину, чтобы больше времени оставалось на чтение. Это изобретение также раскритиковали, потому что оно опирается исключительно на гендерные роли. Анимация Дисней и общий сюжет подразумевают, что Белль приняла самостоятельное решение освободить отца и пожертвовать своей свободой. Чудовище сначала показывается злым и жестоким, но затем его подкупает ум и доброта Белль. Они обретают любовь, из-за которой все чары развеиваются. В оригинальной истории все по-другому. Белль остается жить с чудовищем, который более симпатичный и который одаривает ее роскошными вещами. В конце она принимает ситуацию и влюбляется в существо, которое станет ее мужем. Однако есть и другая теория, предложенная Тейтер, о том, что чудовище – это воплощение страха. Следуя этой логике, можно заключить, что чудовище – это страхи Белль. Как только она встретится с этими страхами лицом к лицу и отпустит их, она увидит, кто прячется за сущностью чудовища, потому что ее ум больше не будет затуманен сомнениями. Зрители должны понять, что в недобровольном заключении самое страшное – это страх. Когда вы преодолеете страх, вы поймете, что все не так уж ужасно. Заложница С одной стороны, Дисней защищает феминистское толкование. С другой стороны, мы можем продолжить искать ошибки в проблематике каждой истории о красавице и чудовище. Тем не менее, фильм поднимает важные вопросы о том, что такое здоровые отношения. Согласно Дисней, сочувствие и ум Белль позволили чудовищу раскрыться перед ней. В то же время Белль следовало принять ситуацию, помочь чудовищу побороть его проблемы. Дисней удалось перевернуть историю и сделать фильм об угнетении в браках по расчету.